Двери избирательных участков, в этом году их 219, откроются задолго до единого дня голосования, 2 сентября. В этот день у членов избирательной комиссии можно уточнить наличие своей фамилии в списках избирателей, а также проголосовать досрочно при наличии уважительной причины. Но если кто-то не знает, куда прийти 13 сентября, узнать эту информацию просто на сайте ЦИК Российской Федерации. На сайте ЦИК РФ есть два поисковых входа. Это «Найди свой избирательный участок» и «Найди себя в списке избирателей». Мы набираем «Найди свой избирательный участок», выбираем адрес места жительства. Это у нас Краснодарский край. Такие пошаговые действия приведут к письменному ответу. Помимо адреса избирательного участка, здесь и номер его телефона, и в принципе информация о выборах. Напомнит сайт и то, кого сочинцы выбирают 13 сентября в единый день голосования. Что же касается места проведения выборов, то оно неизменно на протяжении пяти лет. То есть в течение пяти лет на одних и тех же избирательных участках проводятся все виды выборов. Федеральные, региональные, местные. Это достаточно удобно и для избирателей, и для организаторов выборов. Потому что позволяет достаточно сделать комфортными условия для наших избирателей. То есть подготовить подъездные пути, оформить избирательные участки, подготовить помещения и, безусловно, достойно оборудовать эти избирательные участки. Уже второй год на сочинских избирательных участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всего их будет 10. Правда, уже в следующем году на выборах депутатов Госдумы их количество может быть увеличено. Как известно, масштабное оснащение избирательных участков ожидается именно при проведении федеральных избирательных кампаний. Традиционно на сочинских выборах будут установлены и прозрачные урны. Напомню, со 2 сентября участковой избирательной комиссии ждут сочинцев для сверки списков избирателей, а также для того, чтобы проголосовать досрочно. Единый же день выборов депутатов городского собрания Сочи и губернатора Краснодарского края назначен на 13 сентября.